Хамама. Этот список, он, возможно, не полон, и потому Великая Победа Азербайджана дает возможность подробно изучить албанское наследие всего Карабаха и Тертерского района в частности и составить более точный список сохранившихся до сих пор албанских памятников старины, которые являются частью этнокультурного наследия Азербайджана. Благодарю за внимание. Продолжение следует. 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 территория и расселение племен, наличие письменности и язык письменности всегда были в центре внимания ученых и служили предметом жарких научных споров и дискуссий. С наличием письменности и языком письменности все прояснилось с обнаружением и расшифровкой синайских полимпсестов. Появились доказательства наличия в далеком прошлом полноценной литературы на албанском древнеудинском языке. «Сбылось то, что отдельные ученые предсказывали уже давно, а именно, что не может быть, чтобы бесследно пропала письменность целого народа, игравшего видную роль в культурной и политической жизни Кавказа в Средние века». Это цитата из академика Шаминдзе. «Что будут обнаружены древние албанские письменные памятники, основанные именно на удинском языке?» Позволю себе еще два предсказания академика Шаминдзе по этому поводу. Язык кавказских албанцев тесно примыкал к удинскому, а, возможно, был даже идентичен с древнеудинским. И второе высказывание. «Удинский язык – это один из новоалбанских диалектов, или, что тоже албанский, это есть литературный язык древних удин, то есть древнеудинский». По поводу синаевских полимсестов остается только восхититься блестящей научной работой редакторов издания «Полимсестов» и выразить глубокую благодарность Йосту Гипперту, Вольфгангу Шульце, Жаде Алексидзе и Жан-Пьеру Майе, а также выразить чувство глубокого сожаления, среди всем, что год назад ушел из жизни профессор Вольфганг Шульце, известный немецкий лингвист и кавказовед, оставивший после себя огромное и бесценное научное наследие. Это очень большая утрата для кавказоведей. Остается пока ответом вопрос о создателе албанской древнеудинской письменности. Приписываемая Месробу Маштоцу Австаса создание албанского алфавита не выдерживает никакой критики и является яркой иллюстрацией об этом. О приветствии некоторых ученых убедительно изложил это в сегодняшнем выступлении и в прежних публикациях. Но вопросы, касающиеся ареала расселения племен Кавказской Албании, остаются одними из самых важных, по которому консенсуса между учеными достичь до сих пор не удалось. Пожалуй, самые большие споры вызывают место и роль УДИН в союзе кавказско-албанских племен и территории обитания УДИН. Данные античных и средневековых источников трактуются учеными по-разному и приводят их к противоположным выводам. Но объективный анализ материалов безусловно свидетельствует об одном. УДИН – один из древнейших автохтомных племен Кавказской Албании. Приведем ниже точку зрения некоторых ученых по данной теме. Парашил Гукасян. УДИН входили в племенной союз Кавказской Албании и играли в нем главенствующую роль. Рауф Гусейнов и Камаршар Джавадов. УТИ – это УТИ и УДИНы. Многие данные свидетельствуют, что если УДИНы были главным племенем Кавказской Албании, то, по крайней мере, составляли самые многочисленные. То есть, если и не были главным племенем Кавказской Албании, то, по крайней мере, составляли самые многочисленные. Рауф Меликов в работе «Этническая картина Азербайджана» в период Ахменицкого владычества, в VI-IV века до н.э. отождествляет УДИНов с древними Кутиями и в подтверждении своего мнения сообщает, что в свое время, далее цитата, «Ямпольский высказал Дьяконову вполне вероятное предположение, что в имени Кутиев тоже этническое название, которое более поздние источники сохранили, в форме УТИИ, УИТИИ, УДИ, УДИНЫ, ОТЭНЫ», что, как отмечает он же, по-видимому было самоназвание «Албан». Камал Алиев, касаясь темы территории обитания УДИН, пишет, значительная часть территории античной Кавказской Албании была заселена Утиями. Албанский язык с УДИНским напрямую отождествляет Камила Васильевна Тревер, утверждая, что на албанском, то есть УДИНском, УТИНском языке, продолжало говорить население равнинной части области Утик, ныне равнинный Караваш, и в эпоху арабского владычества. Арабские историки и географы называют этот язык «Аранским», а область Утик – «Араном», то есть Албанией в узком смысле слова. Основываясь на данных археологических раскопок, Тревер утверждает также, что ареал погребений яло-литопинского типа позволяет связывать эту культуру с племенем УДИНа. К сожалению, временные рамки не позволяют мне далее сказать все, что я имею сказать по этому поводу. И спасибо вам большое, что вы сказали, что материалы конференции будут печататься, и у меня будет возможность дать более расширенную статью или доклад на тему. Но можно с уверенностью сказать, что начатое после возвращения к власти в Азербайджане общенационального лидера Гейдара Алиева и активно проводимое сегодня политика мультикультурализма и защиты прав национальных меньшинств дает прекрасные плоды, в том числе в виде изучения, сохранения и защиты исторического и этнокультурного наследия Кавказской Албании. В полной мере эта политика самым положительным образом отражается и на положении УДИН, проживающих в Азербайджане. Поддержка Албана-УДИНской христианской общины, завершение реконструкции в Нидже Церкви Святой Девы Марии и начало строительства новой школы, наследства, выделенные фондом Гейдара Алиева. Недавнее посещение Ниджа президентом Азербайджана господином Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом госпожой Мехребан Алиевой является ярким подтверждением того, что забота о национальных и религиозных меньшинствах Республики Азербайджан является приоритетной задачей и находится всегда в центре внимания власти. Но эта политика, на наш взгляд, говорит еще об одном важном факте. В современном Азербайджане, будь то политическое руководство страны или научное сообщество, есть четкое понимание, азербайджан и азербайджанцы, суть полноправные и прямые исторические преемники богатейшего кавказско-албанского этнокультурного наследия. Еще 60 лет тому назад Зиновий Ямпольский, возражая Крымскому и Миллеру, систематизировав исторические факты и приведя самые убедительные исторические обоснования своей научной позиции, пришел к выводу, цитата, «факты позволяют считать, что с древнейших времен до XVIII века, то есть на притяжении почти трех тысяч лет, все этнические общности, вторгавшиеся и иначе проникавшие в Азербайджан, составляли здесь абсолютное этническое меньшинство, и поэтому не могли ни прервать, ни даже значительно деформировать основной количественно преобладающий ствол этнического развития на почве Азербайджана. Поэтому есть все основания современных азербайджанцев и их язык, других коренных жителей Азербайджана считать этническими потомками древнего местного населения Мидии Атропотены и Кавказской Албании. Спасибо всем за внимание. Продолжение следует... 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 Словарь Удинско-Азербайджанско-русский словарь Варашима Алима очень помог редакторам и расшифровкам синайских ученым, которые были редакторами и расшифровывали синайские полимсесты. Я думаю, что без этого словаря работа этих ученых была бы очень-очень сильно затруднена. Спасибо вам большое за то, что вы это отметили. Спасибо вам большое за то, что вы говорите, профессор Мэхббет Ханым Пашаевы, Азербайджан Довлет-Иктисад Университетинин Multikulturalизм Меркэзинин рэхбэри, фарих элмлэри доктор. Продолжение следует, Мэхбет Ханым. Спасибо вам большое за то, что вы говорите. Спасибо вам большое за то, что вы говорите. Спасибо вам большое. Продолжение следует... 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 И у нас на вопрос о том, что это и этнографий теджат. У нас в том, что мы говорим о том, что мы говорим о том, что мы говорим о том, как и у нас. В то что мы обучили, когда мы обучили область себя, на этом этнографе, о томочном случае, и остановился в этом доме из Зараган-кандиня укропа. Продолжение следует... 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 В этом языке, как вывод, есть «си» и «си» и «су» 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 и «су». В этом языке мы получаем власть на поле и влечения. и он уничтожил в том, что он уничтожил в ума, и уничтожил в субботу, и уничтожил в ума, и уничтожил в мире. Продолжение следует... 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 Мы служим о сфере, но я предлагаю, что мы сферами при этом 5 декабре в рамках для этого учения в 3 декабре. После 5 декабря до конферансов мы продолжим. 5 декабря до конферансов мы продолжим. Продолжение следует... 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 герменевтических изучений именно этих текстов, познания, например, если мы говорим одним из ярких представителей Кавказской Албании были Удины, а каков был мир этих Удин, то есть бытие мира в Удине, Удины в этом мире, в древнем мире, в средневековом, в современном мире или Кавказский Албам, это богатое наследие, оно как бы мы все время говорим, связано с современностью, идентичностью современной, и оно связано как раз с современной политикой, не только политикой толерантности мультикультурального Азербайджана, это поднимает и философские проблемы мультикультурализма, каким будет современный Азербайджан, формирование азербайджанской нации, представите, да, этнически мы разные, знаем, там около 30, больше 30 представителей этнических групп, до меньшинств национальных живут в Азербайджане, а вот формирование азербайджанской нации 21 веке, это те граждане, которые проживают на территории Азербайджана, это актуальная проблема. И последнее я закончу, второе, конечно, я как гражданин России, вы знаете, да, как все время выступают трех лица, и как УДИН, историческая родина Азербайджан, это такая неразрывная связь, и, конечно, здесь хочется об укреплении российско-азербайджанских отношений, я работаю в этой связи постоянно, укрепить эти связи, эти отношения. Этот опыт азербайджанского мультикультурализма распространит в России, в частности, в Волгограде, среди наших общин, в которых больше 40 мы вместе сотрудничаем. Спасибо всем, извините, да, время, сами понимаете, да, спасибо. Профессор, спасибо тебе. Вильнюс университетинен доценты. Здравствуйте, коллеги. Я очень рада присутствовать на этой конференции, видеть знакомые лица, поскольку я уже не впервые участвую на конференциях в Азербайджане. И надеюсь, что у нас будет еще возможность встретиться и вживьем, не только через помощь компьютера. Так, я хочу поделиться своей презентацией и немножко вам рассказать на тему своего нынешнего исследования, посвященному наследию советского периода. Поскольку это время, которое нас всех объединяет, и Азербайджан, и Литву, и Грузию, и Россию, и так далее. Но когда распался Советский Союз, действительно, эти страны постсоветские, они пошли уже по своим путем. И оказалось, что у них очень разная судьба, очень разные эти пути развития. И даже само отношение к советскому периоду тоже очень разное. И поскольку у меня отведено очень мало времени, я только вкратце тут затрону некоторые аспекты того, что мы сегодня можем назвать советским наследством и советским наследием. Прежде всего, вот сам контекст, десоветизация как контекст политический, экономический, социальный, культурный, который действительно привел наши страны к большим изменениям, большой трансформации. И, с другой стороны, вот отношение к тому, что осталось от советского периода. Поскольку это было время, когда советская система, советские идеологи, они пытались создать именно советскую общность, общность советских людей, несмотря уже на их этнические и национальные корни, опираясь вот на эту идеологему дружбы народов. И что же произошло позднее, как вообще развивался весь этот постсоветский регион? Конечно же, тут за пять минут не расскажешь, но многое, чего и вы сами испытали за это 30-летие. Тут как бы я пытаюсь показать на этом слайде основные эти моменты перемен. Прежде всего, что сама десоветизация может быть воспринята как очень сложный, многогранный процесс, как и политических, экономических, социальных и культурных изменений, произошедших после коллапса Советского Союза. И тут мы видим как раз изменение в политическом плане, переход к национальному унитарному государству бывших вот этих 15 союзных республик. С другой стороны, это изменение политических режимов, которые тоже очень разные в этом регионе. Также это переход от плановой социалистической экономической системы в свободный рынок или государственный капитализм. И последнее, это изменение коммунистической идеологии в сторону сохранения и развития национальных культур. Что осталось? Что же мы можем назвать советским наследством? Прежде всего, это русский язык, как вот эта постсоветская лингва франка, на которой мы и с вами общаемся. Также другие знаки, которые все еще узнаваемы, культурные знаки, символы, которые все еще узнаваемы людьми, которые имеют это общее культурное пространство и культурный опыт, самые разные, начиная с мультиков, заканчивая литературой, кино и так далее. С другой стороны, что же осталось? Это момент, на который мы редко обращаем внимание, но это границы. Как раз границы союзных республик, которые сейчас уже независимые государства, но которые в большинстве своем создавались именно в советский период. Вот это тоже мы часто забываем. Другой момент, а что же было отвергнуто? И вот такой яркий пример этого отвержения – это советская символика союзных республик. Вот мы ее видим на экране, также мы можем увидеть, что произошло позднее, и обратить внимание на то, что большинство этих республик, уже создавая свой суверенитет, либо возвращались к своей исторической древней символике и геральдике, либо создавали что-то новое, как в случае среднеазиатских республик. Но есть небольшие исключения – это Беларусь и Таджикистан, которые частично сохранили свою советскую символику. Также отношение к этому советскому наследству, как эти республики к нему относятся. То есть спектр этого отношения самый широкий – от деструкции, уничтожения, отвержения до сохранения, консервации. С другой стороны, переосмысление, переинтерпретация, переиспользование. Также меняется контекст, эти объекты адаптируются к новым нуждам. Также они становятся частью коммерческого использования. Я тоже приведу эти примеры. И с другой стороны, это могут быть какие-то вещи, новые современные вещи, которые только притворяются советскими. Прежде всего, что приходит в голову, это, конечно же, архитектура городов сталинского периода, после сталинского периода, которые все еще являются представительной в столицах этих государств. Вот мы видим случай в Киеве, главная улица сталинская, тот же Минск, который почти весь сталинский и так далее. И вот эти маленькие иногда даже знаки сталинского периода, которые, опять же, надо уметь расшифровать, как в случае вот этих тюльпанчиков в вильнюсской сталинской архитектуре. С другой стороны, мы имеем дело уже с послестанинским периодом и вот наследством хрущевской строительной реформы, вот всей этой социальной инфраструктурой. Что с этим делать? Как это воспринимать? Можно ли это считать наследием? С другой стороны, мы имели во время распада союза, мы имели большую волну десоветизации публичного пространства, когда падали памятники, падали все эти Ленины. И вот даже прошло несколько волн этого падения, последняя волна, вот этот украинский Ленинопад после Майдана, и который затронул, кстати, опять же, рикошетом затронул Литву, которая вот избавилась от своих советских памятников еще в начале 90-х. Но вот случай Зеленого моста в Вильнюсе мы можем видеть как один из последних таких примеров, когда вот эти статуи были снесены в 2015 году, как раз в контексте украинских событий. С другой стороны, мы имеем много примеров уничтожения этих зданий по самым разным причинам, в основном утилитарным причинам. С другой стороны, мы имеем попытки переноса этих объектов в другие места, иногда, вот как в случае эстонского бронзового солдата, это вызывает большую негативную реакцию со стороны России и так далее, вот самый известный такой случай. Но с другой стороны, также это может быть объекты, которые воспринимаются как гордость нации. Вот в России, в Москве, на территории бывшего ВДНХ существует вот этот маленький Советский Союз, который был, вот эти все павильоны были реставрированы, приведены в хорошее состояние. И еще один момент манипуляции советским, советской ностальгией, особенно советскими воспоминаниями, чувствами, это использование советских брендов в современных коммерческих целях. Прежде всего, что приходит в голову, это пищевая продукция, вот как раз в Литве у нас выходила серия советских сосисок, советское мороженое и так далее, что воспринималось очень позитивно публикой, несмотря на то, что в Литве к советскому периоду относятся довольно негативно. И я уже подхожу к концу. Вообще, как мы можем типологизировать советское наследие, что же это такое? Вот я предлагаю авторское восприятие этого. С одной стороны, это то, что нам осталось от режима и идеологии, то есть официальное наследие. С другой стороны, это наследие травмы, наследие репрессии, наследие насилия, наследие сопротивления. И третий аспект, это повседневная жизнь советского периода, которая тоже является наследием. И вот, опять же, несколько примеров. Один из них, вот как раз очень интересный ансамбль на кладбище Антоколис, Вильнюсе, такой ансамбль могил литовских советских номенклатурщиков, включая вот первого секретаря Антоноса Снечкуса. С другой стороны, на постсоветском и не только, тоже на постсоциалистическом пространстве мы можем видеть попытки музеификации вот этих объектов. Ну, вот первый случай, поэтому я его и упоминаю. Это рядом с Будапештом в Венгрии был создан парк-статуй советского периода. Та же идея была повторена в Литве в 2001 году, парк Грутос, коммерческий музей, который стал очень прибыльным. Вот несколько еще фотографий из этого музея, который теперь собирает не только советские статуи, но и разные другие примеры советского быта и культуры. С другой стороны, это как раз большой-большой пласт связан с травмой, с репрессиями и так далее. Вот несколько примеров из Белоруссии под Минском находится такой сталинский некрополис, к которому власти относятся довольно негативно. С другой стороны, вот эта национальная травма украинского голодомора, она как раз на государственном уровне уже стала очень важным символом попытки сплочения нации. С другой стороны, тоже касаемо стран Балтии, мы можем видеть разные примеры увековечивания памяти, связанные с антисоветским сопротивлением. Тоже вот мы видим тут на слайдах музей бывшего здания КГБ. Другой такой пример – это бывшая база ракет средней дальности, сегодня превращенная в музей холодной войны. Это уже другой сюжет, но тоже очень важный сюжет, объединяющий нас уже с мировым сообществом Западом. И уже завершаю один из последних таких очень интересных случаев, пока еще не открыт, но у нас как раз существует проект, почти уже реализован, создать музей Homo Sovieticus. То есть уже обратиться к советской субъективности, что же из себя представлял вот этот советский человек, вообще был ли он создан или нет. И вот это, я надеюсь, уже следующего года, когда карантин закончится, можно будет и вас пригласить к нам в Вильнюс посмотреть этот музей. Спасибо за внимание. Я надеюсь на вопросы и на какие-то замечания, критику. Большое спасибо за приглашение. 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 Удин, Георгий Бижанов. В нем указано следующее. Люди в Арташене и мой отец говорят, что существовало Удинское царство, и его резиденцией была Барда. Барда находилась между Гянджой и Карабахом. Данный отрывок примечательен тем, что в нем упоминается уже наличие непосредственно Удинского царства, под которым можно понимать лишь Кавказскую Албанию и никакое иное государство. В пользу этой точки зрения говорит как раз и упоминание того, что столица этого царства была Барда. Одним из главных факторов, показывающих то, что Удины являются непосредственными потомками кавказских Албан и, скажем так, сохранили свое Албанство лучше иных народов, является их христианское вероисповедание. Удины, единственные из народов, говорящих на языках резгинской группы, являются христианами. Понимая христианство в IV веке, несмотря на различные события, они сохранили его до сих пор. Также важным фактором в религии Удин, которая отличает их от остальных христиан, является почитание святого Елисея. Эту черту можно выделить как одну из важнейших черт, связывающих Удин с Кавказской Албанией. И, помимо всего прочего, следует упоминать, что и по сей день в местах проживания Удин имеются церкви и святые места, посвященные апостолу Елисею. Также следует выделить и лингвистический фактор. Еще в XIX веке Удины и окружающих народы указывали на непохожесть удинского языка на какие-либо другие языки. Он отличался и сейчас отличается большим количеством гортанных звуков, что не свойственно ни грузинскому, ни армянскому, ни азербайджанскому языкам. С другой стороны, подобный характер удинского языка имеет невероятное сходство с одним из упоминаний в источниках о гаргарском языке, для которого была создана албанская письменность. Гаргарский язык, он назван в источниках гортанным, нелепым, варварским, грубейшим языком. Конечно, некоторые из эпитетов, они являются субъективной оценкой автора, который был не албаном. Однако, тем не менее, они очень четко характеризуют данный язык. И, естественно, возникает вопрос, а каким образом связаны гаргары с албанами и иудинами? Нынешний объем исторических источников, он не позволяет в точности ответить на данный вопрос. Но в науке гаргарцы отождествляются с населением равнины части Карабаха, где имелось так называемая гаргарская равнина или гаргарское поле. Переводчики источников по Кавказской Албании, они указывали, что гаргарская равнина также называлась долиной Ахованской, то есть Албанской долиной, и находилась между Янджой, Курой и Араксом. Примечательно, что эта же территория указана в источниках как провинция Утик. И, как мы уже упоминали, на этой территории находился город Барда, и помимо этого там еще в XIX веке имелось удино-населенное село Сейсулан. Таким образом, мы видим еще одну деталь, связывающую Удин и Албан. А гаргары, по нашему мнению, это одна из региональных групп Албан. Также еще одним немаловажным источником является рукопись, которая называется «Начальное основание грамматики агванского языка». Она написана на армянском и была передана в 1842 году в Русскую императорскую академию. Эта рукопись представляет собой описание грамматики удинского языка. И в ней указаны удинские слова, но при этом язык рукописи назван именно албанским. Посепенно накопление научных знаний, оно позволило сравнить и выяснить происхождение кавказско-албанского языка. Научные исследования показали, что одним из самых близких языков к нему является именно удинский язык. Помимо этого, стоит выделить, что видным удинским ученым, Ворошилом Касяном, о котором сегодня уже упоминали, были выявлены удинские слова в одном из важнейших источников по истории Кавказской Албании. Это история страны албанской Моисея Каланкатуйского. И данные слова вполне легко этимологизируются с удинского языка. Таким образом, проанализировав данные различных наук, мы можем подтвердить еще раз распространенный в науке вывод о том, что удин является прямыми потомками и преемниками населения Кавказской Албании. Это показывает целый ряд факторов, которые мы уже чуть ранее упомянули. Спасибо за внимание. Сархан Бэй, спасибо вам. Продолжение следует... 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 Прежде всего, I would like to greet all foreign participants of the conference. My topic devoted to the Caucasian Albanian Church and Islam during the Caliphate and subsequent period, and about its content. Apostolic and Autokephalus Church of Caucasian Albania has been affected by both Arab Congress and new religious spread, and I would like to discuss this issue having this content, rivalry between regional powers and Albanian Caucasian Church before Arab Congress, during Arab Congress, and after the collapse of Arab Caliphate. And first of all, I mentioned that this church is apostolic. How can I prove that? My main source is Moses of Calhoun Catholic and his history of Al-Wang, first book in chapter 6 says that he sent his solely and beloved disciples as preachers throughout the world, and the Holy Apostle Thaddeus was appointed for us Easterners. And then he continues that after death of Thaddeus, his disciples, Saint Elysius was ordinated in the Holy Spirit by Saint James, the brother of our Lord, who was the first Patrick of Jerusalem. And Elysius commenced his preaching in Chola. Then he arrived at the town of Sharm in the province of Uti, with three disciples. And the holy pastor came to this and founded a church there and offered his lovely sacrifices. And I'm sure that maybe you have other opinion that where is this located, but widespread opinion is that the Church of Keish located in the village of Keish, approximately five kilometers north to Shaki, is known for different sources as Church of Saint Elysius. And why I am focusing to this church, why? Because Björn Sörfrau, he stated that it is clear, there is a clear evidence that this church was built as diaphysic church firstly, and then later become monophysic. And this is my main target today. I've been in church during the Arab, before even Arab invasion and after, was hesitating between, choosing between two doctrines, diaphysic and monophysic doctrines. And this is the reason why only a small-scale community now we have left during the historical process. And my next main idea is the rivalry between regional powers and Caucasian Albania, how it's influenced to Albanian church. We know that Moses of Kalankatuk in his book first chapter nine says that Urnair, Albanian king, was converted and baptized by Saint Geordi and all Albanians were converted by King Urnair. It happened when Albania was a vessel state of the Sasanian Empire. Of course, it is also a dispute when and who is Grigori, when he baptized Urnair, when his reign is actually, what is the frame of his reign, but very important that under the Sasanian Empire, Urnair being a relative, close relative to Shakur II and his ally, he adopts Christianity. His sister was wife for Shakur II. He was ally against Byzantine and his ally. And this, why he chose Christianity because he has alternatives, Zoroastrianism. And I think that the main reason for that is to keep Albanian identity. Very important that they would like to keep their identity. In the case they adopt Zoroastrianism, Albanian state under subordination of Sasanists, they may be assimilated. And I think that it is one of the reasons. And then, first of all, we know that Albanian alphabet and Bible was created. When it is also my colleague from Georgia, I fully agree with that, very disputed around this, who is Masraf Maslow and so on. And my author, I think that the spread of Albanian alphabet and translation of Bible into Udi or Albanian language, it is about Byzantine policy. Christianity was an instrument for the spread of Byzantine influence, and which could translation of Bible. And we have a lot of samples of that from other nations. For example, Slavic nations and others, they adopted Islam, sorry, Christianity, because that was policy of Byzantine, who used the spread of Christianity as an instrument. And the same may happen in the South Caucasus. And it promoted creation of new alphabet. And new alphabet was created, of course, because of Bible. And that was translated. But again, it's a question, I agree that maybe it is not turn of the fifth century. Okay. And then diaphysite and monaphysite rivalry between two doctrines and Albanians challenged to teach one of them, which one is proper. And changing to monaphysite to diaphysite, it is about Albanian challenging between powers, regional powers. Diaphysite doctrine was supported by Byzantine, Byzantine. But monaphysite, this is, of course, only supported by Armenian Catholicism. But Armenian Catholicism, soon they became allied with Arabs. And monaphysitism was used by an Armenian church to impact an Albanian political life. But at the same time, they used alliance, I mean the Armenians, they used alliance with Arabs. And I have to mention that prior to Jovanshir, already Albanians changed their doctrine from one to another. For example, we know that in 628, Heraclis II, Byzantian Emperor, he met Varas Grigor, who was the Renaissance for that period. And he adopted diaphysitism. Two years later, under the influence of the Catholicos Bureau, who was a monaphysite, he adopts monaphysitism. So even Jovanshir's father, he changed from diaphysite to monaphysite. What about Jovanshir? Jovanshir? Jovanshir also did the same. He sends a letter to Constance II, and I don't want to read all this lecture from Das Koranzi. By the way, I see that I think that history of Al-Wan has two authors. First book written by Moses of Kalankatoid, second and third one by Das Koranzi. Because he could not live from 7th to 10th centuries, but he eyewitness of Jovanshir's reign. As Moses Kalankatoid lived and he is eyewitness of Jovanshir's reign, so second and third books could not be written by him. And Das Koranzi, he writes that Jovanshir sends a letter to Emperor Constance II and asks his patronage. And of course, if he asks someone who is diaphysite for patronage, that means that Jovanshir also followed that church, that doctrine. And Das Koranzi blaming Nester Spakur mentioned the name of his preceder, Eliezer. Eliezer with respect because he is diaphysite, monaphysite, I'm sorry. And we see that on the eve of his past, Jovanshir affected by monaphysitism. So he, as his father, also changed from diaphysite to monaphysite. And, um, we know that, uh, late, uh, 1660s, he met, uh, uh, Moavia I, Umayyad Khalif. And Caliph, uh, Moavia I issued, uh, peace with, uh, Constantine I, Byzantine Emperor, late, uh, uh, 70s. And possibly as a result of his, uh, uh, destruction of his fleet by Byzantine army. And, um, this might be the reason that, uh, Moavia I prefer to recognize the local principle in the Caucasus rather than to eliminate it. But further, what happens to the president? Further, we see there, according to Asurgic of Tarun, the emperor, uh, Justin II, in 689 led campaign against Transcaucasia. And, uh, uh, many of these, uh, um, local lords, they were in hostage or need, uh, others, they were awarded, nominated. And one of the nominated is Varas Terdad, and he was appointed as Exarch of Albania. Exarch means a governor of distinct province on the Byzantine emperor. So for this period, we are sure 100% that that Varas Terdad, uh, following, um, diaphysite of the dream. And when the situation changed, uh, Umayyad, when Umayyad Khalif, uh, Abd al-Malik came to power, he firstly confirmed that peace. But then in 1693, he rejected the treaty, uh, which was, uh, between Caliphate and Byzantine. And peace was broken. And in 1693, Khalif Abd al-Malik nominated his brother, Muhammad ibn Marwan, the governor of Armenia, Al-Jazeera, and Azerbaijan. In the same year, as say the Byzantine sources, Zimbabh Bagrutini of Armenia handed Armenia to the Arabs. Also, uh, 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 Patrician of Lazika, or Eglisi of Lazika, rebelled against the Byzantine, handed his country to Arabs. Why? We know that, um, in 694, uh, Justinian II, he was overthrown by Leontes. And, uh, um, a chaotic situation in Constantinople created, uh, uh, best situation for Arabs. And in these conditions, was also Byzantine, they changed their face, uh, they turned their face to Arabs. But not Albanian king. As for Armenian rule of Aristotle, he regulated relations with Kaisers. And for the same purpose, in 699, he visited Constantinople to negotiate with the, uh, emperor. However, he was imprisoned, uh, by Leontes, who disposed, uh, 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 Justinian II in, uh, 695, in a popular uprising. Only in 704, Varas-Rudak returned to his country. Maybe 705. And because we know that, uh, Leontes was, uh, replaced by Justinian II in 705. And, uh, here is the, um, I don't want to be, uh, too long with my speech on this issue. We know that upon death of Eleazar, Catholic of Albania, a certain Bakur called Narses, who belonged to the opposite. Okay. So, uh, Albanian church, uh, uh, the influence of Narses Bakur, who was... And, uh, yeah, sorry. And I have, uh, um, letter of, uh, Catalikos of Armenia to, uh, Abdelmalik and then his answer to... And I would like to stop sharing and, uh, 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 the entire podcast is political to understand. Okay, so may, I may continue, I think. So, um, uh, Catalikos of Armenia. Ilya wrote a letter to Abdelmalik and Abdelmalik answers this. And this is the, in the search book of, uh, uh, Mothers of Kalan Katuik or, uh, History of Oluak. Then, uh, uh, Arabs, the eliminated, eliminated Albanian, uh, Albanian ruling dynasty, not the church, because they didn't have any jurisdiction to do that. Albanian church wasn't eliminated. And also Caliph, he didn't have any jurisdiction to subordinate Albanian church to Armenian church. It is impossible because he's not Christian, uh, and he's not in the hierarchy of that Christian, uh, clergy. It's impossible. So, Armenian, uh, Albanian church existed after elimination of the power of the Mihronid dynasty, you know. And, uh, uh, then further, we have evidence that even, uh, without any ruling dynasty, church existed and was influential enough. And for this period, Umayyads, they even lost their control over, uh, 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 South Caucasus. And only Abbasid, late Abbasid, they could strange their position, uh, in, uh, South Caucasus. And, uh, we have evidence on, uh, um, 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 Bailakan, for example. Bailakan during, uh, 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 Huramite movement. Who is the ruler of Bailakan? Al-Kaltaniyyah, as Arabs, right? Arab authors mentioned that Balazuri, Tabari, they mentioned that Al-Kaltaniyyah was the ruler of Bailakan and Chris, his Christian ruler. And that Christian ruler's daughter was married to, uh, Barbek. And one of the Christian, uh, 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 uprising was a population of Bailakan against it. It's ruler. Barbek came and suppressed that uprising. And then, uh, the next, uh, evidence is about, um, you know, from Marsudi, another Arab author in a, uh, a lot of evidence that many cities of Azerbaijan still Christian, you know, that, uh, not only Shaki, Bailakan, and also he mentioned first time in Arab authors, they mentioned that Gabala, city Gabala, already Muslims, but they, uh, some villages are Christian. And I think that this evidence about the Nij village and about the Udi community of Azerbaijan, uh, uh, 10th century, uh, Marsudi mentioned them. And, uh, more important, and, uh, uh, he, he, uh, mentions them, uh, not in the good manner, you know, it's, uh, he's a Muslim author and he writes about the Christians and he says that Anbas, one-eyed Anbas is their leader, so on. And, uh, then we, what is my conclusion? Uh, my conclusion that during Umeyad, uh, uh, Abbasid, uh, early Abbasid period, Azerbaijan still, uh, uh, was not a country with dominating Islamic community. It happens only late Abbasid. And Islam, Islamization of Azerbaijan was gradual process. Rather than as we, in Azerbaijanis historiography, we say that during the one century, Azerbaijanis, they left their culture, identity, religion, because religion is about the culture and I didn't then turn to other religion. Why one of the reasons to eliminate Juzia? I, I consider this as, um, uh, one of the blaming your nation that you insisted that to let, um, to eliminate only one Juzia or other to, to preserve your property, they, uh, change their religion from one to another. I tend to think that it is gradual process and we have still, we have that community and have, I'm happy that, um, to see that we still have that, um, uh, monuments, uh, a lot of, uh, Christian monuments. And this is for me, for me, this is my, uh, for us is historical heritage of Azerbaijan, but we have parishioners of this church. Uh, Robert Malin also already mentioned that very important that it is not only historical heritage for Azerbaijan, for some Azerbaijani citizens, it is the place for, uh, uh, they are parishioners or, uh, uh, their place for Azerbaijani Christian population, temples for, uh, uh, their worship. Thank you for your attention. Thank you so much. Продолжение следует... 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 В этом году мы работали, но мы работали. В этом году 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 мы работали. Реконструкция в фальсификация в фальсификация в фальсификация в фальсификации в больших теканах верилищи. В изголе году генцесер комплексы бирпы олимпы, yeni бинат иклимпы, монастыр феалитет показывали. Генцесер комплексы интерьеринга, элэцэ дэхаричи диварлары, очень мэщур, билирсиз, албан язык, вариды, мэз албан дёвриня айт язык, билиралы, билиралы, албан тарихи дёвриня ирэцинды варяды врачи информация об esquerе. Генцесер комплексы бирпы олимпы олимпы илэцэ дэхаричи диварлары,handа адрюки, билиралы, бан тарихи, обряды дэхаричи, билиралы ирэцэ, билиралы, билиралы. В 2011 году мы интернет-динок у вас, конечно, мы об этом были, но мы об этом не будем, но мы об этом не могли, Продолжение следует... 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 Возможно, в нашем случае, наиболее крокси остается оборонить, но иначе наиболее выжить в вашем основе, в этом случае, эти инициативы власти, инициативы, 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 инициативы. Ирши, ищи, 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 ищи. Ирши, ищи, 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 ищи. Ирши, ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи, ищи, ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Ищи, 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 ищи. Продолжение следует... 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 и мобеды немыркие, приемы даже редкость заработать, приводить еще раз, Базиликин узвансовый в decisive онлайн в четыре стра thrift, по четыре культуры, три есть доллара. Мирадин миназа города упомянули услуги, в память о шархе, и вакуу, в ротонда шагов, зенг шархи, к pantalla 2. Идра кянгр, из маяц, который разделил Affordable certainly с одним из интерьеров. Продолжение следует... 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 Капказ-Албания-Сангала. Монастыр комплексов, иншалит konstруксий, Продолжение следует... 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 Не чайки, Фаррида хам, в этом сахаре, мать Зия Мелли, Давид Ахундов, Хачдаш Назариев и с. В этом сахаре, в этом сахаре, мы можем увидеть еще много. Сейчас мы будем программ из-за чихишки, мы можем о чем-то с их имя, но я вот как о чем-то с вами, в этом с вами, мы можем ответить, мы можем о чем-то, что мы можем сделать. Теперь я хочу, чтобы я игумен Алексей, и мы потом снова, как программа, у нас есть 3 детей, и мы их слушаем. Пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Я рад приветствовать всех участников конференции. Надеюсь, что меня хорошо слышно. И благодарю за приглашение. И сегодня я подготовил доклад о епархиях Албанской Церкви к VI веку. Доклад достаточно пространный, но я понимаю, что все уже утомлены. Несколько часов продолжается эта видеотрансляция, поэтому я свой доклад немного сокращу. Возьму из него только основные тезисы. И я думаю, что у всех, кто интересуется, будет возможность потом ознакомиться с публикацией. Во-первых, тема эта затрагивает вообще структуру Вселенской Церкви. Моя специализация – это история христианства Кавказской Албании. Вообще церковь мировая состоит из отдельных так называемых поместных церквей. И одной из них как раз таки являлась церковь Кавказской Албании. А вот поместные церкви, в свою очередь, то есть церкви локальные, включают в себя епископии или епархии, которые объединяют в себе приходские храмы и монастыри. Такая структура церкви сложилась уже в течение первых буквально столетий ее истории. И с тех пор в основе своей она остается неизменной уже 2000 лет. Важно отметить, что административное деление церкви строится на территориальном, а не на национальном принципе. В нормальных условиях христиане любой национальности, проживающие на одной территории, составляют один приход и окормляются одним епископом. И это положение базируется на словах священного писания, на словах апостола Павла, который говорит, что в Христе нет ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни скифа, ни раба несвободного. Вот эти нормы фиксируют также постановление и Албанского Алоэнского собора. Однако в 34 апостольском правиле сказано, что епископам всякого народа подобает знать первого из них. Но, однако, должны заметить, что исторический контекст совершенно однозначно говорит о том, что под народом в каноне подразумевается именно территория, занятая тем или иным народом или разными народами. Провинции Римской империи составляли, например, земли, населенные племенами, подвергшимися впоследствии эллинизации или латинизации. В названиях провинций сохранилась память о населявших их некогда народах, например, Дакия, Галатия, Фракия, Нумидия, и попытки поставить в качестве принципа церковной организации, в частности, при определении сферы юрисдикции по местных церквей не территориальный, а этнический или языковой фактор, неоднократно предпринимавшийся в истории, канонически считаются неправомерными и всегда вызывали серьезные осложнения и нестроения. Вот понимание этих принципов помогает нам в установлении канонических границ Албанской церкви, в различные периоды ее существования, а также в установлении и епархиальных границ, в привязке к границам административным. Я сделаю такую ремарку, например, до сих пор иерархи Армянской церкви утверждают, основываясь на некоторых положениях, свидетельствах, что раз та или иная часть населения Кавказской Албании могла говорить на армянском языке, то, значит, соответственно, они автоматически как бы уже подпадают под юрисдикцию армянской церкви. Но мне хочется подчеркнуть, что такое утверждение канонически считается просто необоснованным и неправомерным. Общеизвестно, что в своем территориальном размежевании и разделении поместные церкви сообразуются всегда с политико-административным делением, с государственными и административными границами. Помимо очевидных удобств этот принцип находит косвенное обоснование и в самих канонах. Так, например, 38-е правило Трульского собора гласит, если царской властью вновь устроен или впредь устроен будет град, то гражданским распределением доследуют и распределение церковных дел. То, что мы видим и на примере Кавказской Албании, когда несколько раз переносилась столица, и за ней первоиерарху или католикосу албанскому приходилось также переезжать и зачастую менять свою титулатуру. Согласно географии, составленной Ананием Шаракским в VII веке, внутренняя или левобережная Албания имеет шесть областей или говаров. Отметим, что существуют как разные списки, так и различные редакции географии, которые содержат разное количество левобережных албанских областей от шести до одиннадцати. Слечение всех списков и редакций этого географического произведения приводит к выводу о том, что левобережную Албанию следует делить именно на шесть, а может быть даже и на пять областей. Этот вывод подтверждают и сведения Моисея Колымкатуйского, албанского историка, который в совокупности называет пять церковно-административных единиц или епархий Албанской церкви именно на левом берегу Куры. Области, перечисляемые Ананием Шаракским, это первая – Яхни, вторая – Бех, третья – Комбесена, четвертая – Шаки, пятая – Вастан и Марцпан, шестая – Баласакан. Но в двух новейших списках географии первые две области, Яхни и Бех, объединены в одну – Яхни-Бех. Албанский историк позволяет сделать предположение о наличии именно одной епархии и одного епископа на этой территории, чья юрисдикция должна была охватывать также и Комбесену. В свое время этот вопрос рассматривала Фарида Хануммамедова в своем монументальном труде монографии «Албания и Албаны». В названии пятой области некоторые предпочитают читать оба слова раздельно, считая их наименованиями разных областей. Но, по мнению переводчика, слитное прочтение на персидском «Востан и Марцпан» дает перевод область Марцпана или Марцпана. То есть в таком случае логично допустить, что речь идет об области Чола, как резиденции сосанинских наместников. На правом же берегу Куры располагались следующие с северо-запада на юго-восток провинции Архистена или Арцах, Атена, Утик и Пайтокаран. По всей вероятности, Архистена охватывала территорию Нагорного Карабаха, географически включая восточную часть Малого Кавказа, Кавказский хребет и Карабахское Нагорье. Согласно Анании Ширакскому, провинция имела в своем составе 14 областей. Роберт Хьюсон помещает в северной части этой провинции, это современный Кельбаджарский район, епархию Мецкеранка, на юго-востоке современный Хаджавенский район, епархию Амараса и Габанда. Однако мы должны включить в эту провинцию еще и епархию Мецкуэнка или Мецкагманка, которая занимала территорию нынешнего Агдамского района с возможным центром в монастыре Венкасар. То, что монастырь Венкасар, правда, перестроенный, но сохранившийся в прекрасном виде до наших дней, был епархиальным центром, есть более поздние свидетельства уже 18-19 веков. Провинция Атена и Лютик занимала часть Малого Кавказа, территорию равнинного Карабаха, и простиралась вдоль течения Куры на ее правобережье от границы Сиберии и Грузии на северо-западе до реки Аракс на юго-востоке. Согласно географии Ананиширакского, в провинции насчитывалось 8 областей. Именно здесь находилась архиепархия Портава, до ее учреждения епархия Ути и епархия Гордмана. Это современный кедобекский район. Сам Хьюсон на самом северо-западе провинции помещает еще епархию Хоши в разных прочтениях Гошуа или Гош с центром в Шамхоре или Шамкире, чьей естественной границей с епархией Портава была река Кюрокчай. Подобные сведения о структурных подразделениях Албанской церкви мы находим и в соборных документах, и официальных письмах, которые сохранил для нас албанский историк Моисей Калангатуйский. В седьмой главе своей второй книги Моисей Калангатуйский приводит послание Католикоса и Аванеса II албанскому предстоятелю Терабасу. Это послание имеет название «О незыблемости веры» и направлено в связи с распространением и усилением влияния мистерианства. На самом деле известны два послания этого Католикоса, в которых он требует от духовных властей так называемого восточного края принять необходимые меры против мистериан. И вот одним из них является данное послание, включенное Калангатуйским во вторую книгу своей истории. Послание нас интересует по причине перечисления в нем имен албанских епископов и соответственно епископских кафедр. Я не буду полностью цесировать послание, но в тексте упоминаются восемь албанских епископов. Это сам Католикос Албании или архиепископ Портава Терабас, епископ Бахалата Моисей, епископ Кабалы Григорий, епископ Амараса Ромик, епископ Баласакана Тимофей, епископ Шакея Вакум, епископ Гардмана Иоанн, епископ Мецкуенко Леонтий. То есть восемь епископов и все эти перечисленные епархии находились по обеим сторонам гуры. Отметим, что порядок перечисления епископов, скорее всего, связан не со старшинством или главенством кафедр, за исключением, конечно, архиепископа Портава, а со старшинством самих епископов, то есть их старшинством либо по возрасту, либо по хератонии, по времени их рукоположения в епископский стасан. Исходя из приводимых источниками данных и исследований глав Моисея Каланкатуйского, можно утверждать, что в составе Албанской церкви входили также епархии автономных областей Илпинии и Чолы, находящиеся также в управлении архиепископа Портавского. В дополнение к этим церковно-административным единицам следует упомянуть также гуннскую епархию, находившуюся в ведении главы Албанской церкви. И список этот дополняют сведения о епископах, участвовавших в Аллоенском соборе 488 года. Это епископ Гошуа, или Хошиуши, епископы Елта, епископ Ути и епископ Цри. Албанский историк также указывает, что католикос Аббас до избрания на первосвятительский престол был епископом Мец-Иранка и приводит документ, где подтверждается этот титул и наличие такой епархии. Таким образом, церковно-административное деление Албанской церкви представляется в следующем виде. Первое – архиепархия Портава. Второе – епархия Чулы. Это область москутов. Третье – епархия Упинии. Четвертое – епархия Кабалы. Пятое – епархия Бахалата и Яхнебеха. Шестое – епархия Шаки. Седьмое – епархия Пайтакарана и Баласакана. Восьмое – епархия Амараса и Габанда. Девятое – епархия Гардмана. Десятое – епархия Ути. Одиннадцае – епархия Мецкоенко. Двенадцатое – епархия Мецеранка. 13-я епархия Гашуа, 14-я епархия Цри или Чилтка, 15-я гуннская епархия, 16-я епархия Еута. И к этому списку, так как 16-ю епархию Еута мы ставим под сомнение, она упоминается лишь в переводе под Канова, тем не менее, к этому списку можно добавить Сюдникскую митрополию, которая во второй половине VI века, до начала правления армянского католикоса Авраама I, фактически находилась в юрисдикции Албанской церкви, получая рукоположение и освященное мира именно от албанского предстоятеля. Таким образом, у нас уточненный список албанских епархий состоит из 16 единиц. В своем докладе я представляю отдельное описание разных епархий и подтверждение документальное их наличие, указываю, какие святыни, монастыри находятся на исторических территориях. Сейчас я уже не буду это все перечислять, иначе нам никакого времени не хватит. Единственное, я скажу, что распространение в христианской Албании, конечно, не было равномерным. И позиция албанской церкви из-за достаточно непростой политической ситуации не во всех регионах была стабильной. В то же время наблюдаемое с IV века проникновение христианства из городов в деревни и умножение числа верующих привели и, естественно, к увеличению церковно-административных единиц епархий, коих в VI веке мы уже… Пропала связь? Извиняюсь. Пропала. Сейчас есть, да? Итак, не знаю, что происходит. В это время уже насчитывается такое солидное количество епархий. Однако точное разъяснение вопроса о территориях средневековых епархий Албанской церкви и количестве жившего на них христианского населения – это задача на сегодняшний день неразрешимая, которая требует дополнительных исследований с естественным привлечением более поздних источников для необходимого анализа. Тем не менее, проанализировав все сообщения и албанского историка Моисея Каланкатуйского и других источников об эрарфах, структурных подразделениях Албанской церкви, фактически нами впервые предложен столь полный список епархий, находящихся в юрисдисце Албанского первосвятителя к VI веку. На этом я завершу свой доклад. Надеюсь, что более подробное знакомство с моим докладом вам будет интересно. И в заключение мне хотелось бы еще сегодня сделать такую маленькую совершенно презентацию. Я только сегодня утром прилетел в Баку из Италии, был ночной перелет, поэтому извиняюсь, что я не постоянно в конференции, мне приходится отключаться. Сегодня из типографии «Шарк Гарб» вышла моя монография, это моя докторская работа, написанная в Риме в Папском институте восточных исследований, которая называется «История церкви Кавказской Албании» по Моисею Каланкатуйскому. Почти 400 страниц. Я думаю, что скоро я тираж полностью должен забрать только завтра из типографии. Так что думаю, что еще будет одна такая лепта моя в копилку изучения истории нашей Родины, нашего дорогого Азербайджана и религиозной ситуации здесь. Благодарю всех за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Аммия Тарих Институту на льми-катиби, Тарих Узра фэлсэфе доктору, доцент Эллада ханым Бекирова. Эллада ханым, буйруйте. Эллада ханым. Салам, хорминатли конферансы ищет ракции. Ищетдирсизм, мэн Никарин Малим. Ищетдирик, ищетдирик, буйруйте. Салам, Эллада ханым. Салам, Эллада ханым. Аммия Тарих Института ханым. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Харьunteя в том числе, в том числе и lukeю, при Energyping, в том числе и Fra輪е, в том числе и Creativeente, в том числе и нлитах, в том числе и успех, в том числе и криптое, в том числе и сделке. Здесь прошлом Section РФ, в том числе и сфера Боряной то, в том числе и субъектом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...